Привет, с вами Сергей Кулеш, проект видео на ITCV и 5-дюймовый ридер на основе электронной бумаги Sony PRS-X50 Pocket Edition. Компания Sony обновила линейку своих ридеров, в которую входят сразу три различных по формату и функциональности модели. Новинки можно отличить по индексу вида PRS-X50, а вот сами названия устройств Pocket, Touch и Daily Edition остались без изменений. Так же, как и предшественница PRS-300, обновленная модель оснащается 5-дюймовым экраном, но за счет переработанного дизайна она стала заметно легче и компактнее. В частности, отказ от круглого джойстика и вертикального цифрового столбца позволил заметно укоротить корпус. Бередняя панель и левая боковина корпуса выполнены из алюминия, оставшиеся грани изготовлены из непритязательного пластика белого цвета. На них расположены только кнопка включения, разъем microUSB, кнопка reset и отверстие для крепления обложки. Задняя панель сделана из окрашенного пластика с эффектом soft-touch, что позволяет надежнее удерживать ридер в руках. Для американского рынка предлагаются серебристый и розовый, а для европейского еще и синие варианты оформления. Сборка отличная, а сам ридер практически невесом, всего 150 грамм, чего трудно ожидать от устройства с использованием металла в конструкции. Органы управления теперь представлены пятью аппаратными кнопками и сенсорным экраном. Радует, что в отличие от предыдущих моделей компании Sony, чувствительность к нажатию в новинке реализована не с помощью дополнительного слоя, ухудшающего контрастность. Используется новая технология Neonote Optical Touchscreen, основанная на сетке инфракрасных лучей. Так что электронная бумага последнего поколения Ink Pearl показывает себя во всей красе. Фон заметно белее, символы черные, а не серые, скорость перелистывания быстрее, чем в предыдущих моделях. Логика использования аппаратных клавиш интуитивно понятна. Две стрелки листают страницы и перемещают ползнок прокрутки. Выделенная иной формой центральная клавиша Home позволяет вернуться в основное меню. Ну а клавиши Lupa и Opция отвечают соответственно за масштабирование и вызов контекстного меню. Листать страницы с помощью тонких кнопок рисок не слишком удобно. Приходится держать устройство левой рукой или одновременно двумя руками. Однако данный недостаток не критичен, если вы привыкнете делать это с помощью жестов свободным пальцем. Главное меню скомпоновано на редкость удачно. Оно в достаточной мере насыщено, но при этом не вызывает ощущения перегруженности. В самом верху выведены реквизиты и обложка книги, которую вы читали в последний раз. Далее следует еще три недавно открытых книги и ссылка на все остальные с индикатором их количества. Внизу главного окна идут ссылки на приложения издания, коллекции и блокнот. И еще две закладки приложения и настройки. Во второй из них находятся фотовьювери, рисунки, словарь и заметки. И, наконец, в последнее насыщенное меню настройки параметров ридера. Создавать коллекции теперь можно прямо на устройстве, выбрав пункт «Новая коллекция» и заполнить его книгами с помощью контекстного меню. В пределах коллекции книги можно сортировать по пяти признакам. Выбрать один из трех видов представления, а также добавить или удалить лишнее. По умолчанию созданы три коллекции. Непрочитанные книги и издания, а также купленные книги. А вот структура папок по-прежнему не поддерживается. Приложение «Блокнот» содержит закладки, рукописные заметки и подчеркивания, которые вы сделали во время чтения. Для каждого из типов контента предусмотрена своя пиктограмма. Если заметок окажется слишком много, их можно отсортировать и удалить лишнее. Просмотрщик фотографий позволяет отсортировать фото по дате или названию, вывести их построчно или в виде миниатюру, удалить или защитить от случайного удаления. Любые снимки можно выбрать для отображения в скринсейвере режима сна. Доступно масштабирование при просмотре и режим слайд-шоу. Приложение «Рисунки» позволяет быстро набросать схематичный рисунок. Заметки набрать небольшой объем текста с помощью виртуальной клавиатуры. При этом доступна как латиница, так и кириллица. Словарь содержит 11 предустановленных вариантов. Пользоваться им можно, используя строку «Поиск» или сделав дабл-клик на слове во время чтения. Несмотря на не слишком большой экран, на ридере можно читать даже PDF, благодаря удобному режиму разбиения страницы на блоке. В режиме «Чтение» доступна служебная строка внизу экрана, которая содержит пиктограмму текущего размера шрифта, указания текущей и всех страниц книги, часы и индикатор заряда батареи. По нажатию «Лупы» открывается панель масштабирования, где можно выбрать 1 из 6 размеров шрифта, точно увеличить страницу с помощью ползунка или настроить вид страницы. Поменять тип шрифта из меню нельзя, для этого потребуется самостоятельно записать их в устройство и произвести ряд непростых для казуального пользователя операций. Не поддерживаются и переносы. Если вы без них просто не можете, то придется сконвертировать книгу в PDF с соответствующими настройками. Длительное нажатие клавиш листания вызывает режим быстрого перехода, при котором страницы перелистываются максимально быстро, не прорисовываясь до конца. По нажатию клавиши опции открывается насыщенное меню, с помощью которого можно добавить закладку, перейти к конкретной странице или оглавлению, оставить заметку или искать нужное слово. При выборе под меню заметки открывается панель верхней части экрана, где можно выбрать тип выделения, установить закладку, удалить ненужные записи и просмотреть их в список. Интересен и пункт «Яркость-контрастность», в котором можно выбрать одну из предустановок или настроить данные параметры вручную. Впрочем, улучшить отображение текстовых файлов таким образом трудно. Данный пункт будет полезен разве что для просмотра PDF. Кстати, чтение таких файлов на 5-дюймовом экране довольно удобно, благодаря высокой скорости работы, контрастному экрану и продуманной системе масштабирования. Просто выберите нужное количество колонок, 4 или 6, в меню «Вид страницы» и читаете их, перемещаясь по зонам с помощью клавиш листания. Понять, в каком месте страницы вы находитесь, поможет графический информер в левой части служебной строки. Дополнительных возможностей у Sony PRS350 минимум, но все же они есть. По набору возможностей Sony PRS350 занимает одно из последних мест среди актуальных моделей. У нее нет ни беспроводных интерфейсов, ни встроенного картридера, ни возможности проигрывать музыкальные файлы. Естественно, нет и поддержки популярных форматов вроде FB2. Книжки придется скачивать или конвертировать в LRF, EPUB и PDF. Благо, что при этом нет необходимости в стороннем ПО. Файлы можно записывать прямо в память в режиме MasterAge. Не лучшим образом обстоят дела из комплектации. В коробке вы не найдете ничего, кроме кабеля microUSB. Зарядное устройство и обложка предлагаются опционально. Такой набор оправдан как начальным положением модели в линейке, так и низкой отпускной стоимостью устройства в США. 180 долларов не так уж и много для продукта такого класса. Однако цены на отечественном рынке пока не настолько привлекательны. Sony Reader PRS350 Pocket Edition – самый легкий и симпатичный 5-дюймовый ридер на рынке. Отличный имиджевый продукт и основной кандидат на спонтанную покупку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова